мы изучили что такое ранг матрицы теперь мы готовы приступить к обсуждению что такое решение системы линейных уравнений вообще говоря для произвольной прямоугольной матрицы итак у нас есть система линейных уровней 11 x 1 плюс а 1 м x м в 1 n1 x 1 плюс и так далее а м м x м право в значит ну либо в матричном виде мы это все записывали так а на x равно b значит а это матрица системы x это столбик неизвестных x1 x м b это правая часть значит вот говорят определение давайте говорим что система система а x равно б совместно совместно если она имеет какое-то решение хотя бы одно решение если она имеет решение и важно сколько решений хотя бы одно решение имеет может оказаться что решение таких бесконечно много на самом деле так вот если хотя бы одно решение имеет то говорим что она совместно иначе иначе если решение нету не совместно не совместно то есть решение просто нету ну пример x плюс y равно 1 x плюс 2 y равно 3 если решение если решение если решения это система вы увидим что есть решение до x равно единицы игре кроме единицы конкретное одно решение все мы говорим что и система совместно ну легко придумать решить не совместную систему давайте я напишу x плюс y равно единице первое уравнение а второе x плюс y равно 2 ну понятно что сложив одно и то одни и те же числа мы не можем получить одновременно 1 и 2 поэтому эта система не совместно дальше что такое частное решение и общее решение системы частное решение ну можно сказать что это конкретный набор конкретный набор значений переменных значений переменных x1 xm можно поставить какие-то нулики сказав что это конкретные числа которые являются решением системы а x равно b то есть подставили эти числа до получили верный ответ для конкретных чисел это частное решение что такое общее решение общее решение это формула для всех решений это формула может содержать некоторые неизвестные вместо которых мы будем подставлять конкретные числа и получать всегда решение значит формула для всех решений ну давайте разберем случай вот простейшие уравнения x плюс y плюс z равно единице системы из одного уравнения три неизвестных можно конечно записать в матричном виде если хотите 1 1 1 1 на столбик x и взлет это равно единице значит совместно ли эта система но очевидно что у нее есть решение скажем решение какое x равна единице и велик равна 0 z равна 0 вот это частное решение конкретное решение можем ли мы написать общую формулу для решений конечно давайте отсюда x выразим как один минус y минус z так вот это и есть общее решение о чем она говорит что подставляя произвольный y z мы получим значение x такое что для данных x y z это будет решение данность 2 на уравнение значит вот переменные y z которые стоят в правой части и которым можно придавать произвольные значения называются независимые независимые переменные ну либо еще говорят свободные свободные ну где-то используют слово параметрические параметрические а переменная x вот как она здесь написано она является зависимый ну либо да ну зависимый тут уж ничего не зависимое но видно что на самом деле здесь все довольно условно разбиение на зависимые независимые переменные но например я же могу также написать один y то есть один минус x минус z но тогда x z станут свободными а y будет зависимый то есть на самом деле разбиение на зависимые и независимые переменные ну вообще говоря довольно условно иногда вы просто и смысла задачи надо производить это разбиение давайте чуть более сложный пример разберем значит скажем y плюс 2 z равно 5 вот такую систему рассмотрим значит два уравнения три неизвестных значит ну можно построить ее общее решение на самом деле как школе делается берем y подставляем сюда x выражается через z ну давайте это проделаем значит будет x плюс 5 минус 2 z плюс z равно единице а y это есть 5 минус 2 z и что мы получаем выразим отсюда x и y x и то есть значит это будет минус 4 минус 4 плюс z а y это 5 минус 20 значит что вы получили на самом деле эта формула для всех решений о чем она говорит что мы можем взять любое z подставить сюда получим x и y такие что данный набор x y z будет удовлетворять этой системе и любое решение так получается то есть z в данном случае это независимая либо свободная параметрическая x y это зависимая переменная ну вот мы сегодня познакомились значит система совместно если хотя бы одно решение есть несовместное все решение нету значит что такое частное решение это конкретный набор решений общее решение это формула для всех решений ну и поняли что есть разбиение переменных на зависимые независимые и решения ну еще говоря довольно условно